Добрый день, программа «Особое мнение» в эфире «Эхо Москвы» телекомпания РТВА. Микрофон я и Велина Геворкян. И сегодня у нас в гостях Лев Рубинштейн, писатель и журналист. Здравствуйте, Лев Семенович. Вы можете присылать свои вопросы и комментарии к высказываниям гостя на номер 7-985-970-4545 и на сайте «Эхо Москвы» также голосовать в кардиограмме эфира. Ну а мы перейдем к обсуждению наиболее интересных тем. Лев Семенович, по определению защитника детских прав Астахова, вы относитесь к педофилу? По определению? Я не то, что так внимательно считал все, что исходит из господина Астахова, но вроде так получается, потому что я тоже подписал это обращение, я его очень много людей подписал. Получается, что в стране, по крайней мере в Москве, огромное количество педофилов. Он, правда, если я правильно помню, он написал «многие из них». Это осторожная такая, осторожная формулировка, потому что если, скажем, подавать иск, а вообще-то говоря, такого рода обвинение, оно, я в юридических вопросах плохо понимаю, но, по-моему, это клевета типичная, поскольку педофилия у нас является уголовным преступлением. Да более того, все время идут разговоры о том, что не следует это пропагандировать, еще и в купе с другим грехом. Да, то есть назвать человека педофилом просто так, это все равно, что его назвать, скажем, фальшивомонетчиком, например, или злостным алименчиком, или сутемером. То есть это вещи уголовно наказуем. Поэтому, на мой взгляд, я не юрист, но, на мой взгляд, это клевета чистый. Воды, она, по-моему, является тоже уголовным наказуемым. Примечательно, что, говорят, ни один федеральный канал вчера не показал эту пресс-конференцию, вообще выступление Астахова по телевидению, хотя мы знаем, что до сих пор происходило все иначе. Я их понимаю. Как расценивать этот знак? Ну, потому что даже они поняли, что не надо уж такие вещи ретранслировать на всю страну. А вообще, вот вся эта история с подписанием петиции об его отставке, это опять какой-то наивный жест, или все-таки имеющийся в виду? Ну, как вам сказать, все жесты последнего времени могут рассматриваться как наивные, потому что мы видим, что таких зримых результатов, да, зримых, их вроде как нет. Но я только могу говорить за себя. Я как могу участвую, вот я хожу, скажем, на уличные шествия, мирные, разумеется. Вот, я подписываю что-то, я пишу какие-то тексты, вот, в частности, в интернет-издании «Грани Руб», где я являюсь штатным колунистом. Вот, я много присутствую в социальных сетях, как-то мне это за последнее время стало важно и интересно. Я делаю, что могу. Я это могу сказать, что я делаю для себя, понимаете? Ну, спросишь себя, что ты сделал, ну, хоть что-то ты сделал. А вы, кажется, мы до эфира обсуждали то, что вы могли бы какие-то делать параллели все-таки с временем советским, когда тоже были какие-то попытки высказать свое мнение и противостоять некоторых вопросам власти. Если все-таки провести параллели с сегодняшними высказываниями, петициями и тем, как тогда люди скорее все-таки этого не делали? Ну, делали, но мало кто, мало кто. Значит, общественная и политическая ситуация была иной, чем теперь, хотя много общего, но и много различий. Я принадлежу к тому поколению, которое родилось и выросло при вот этой самой советской власти. И я и мое окружение, не узкое, а достаточно широкое окружение, к которому я, так сказать, принадлежал, мы привыкли вот эту всю советскую власть воспринимать как явление климатическое. Мы к ней не имели отношения, понимаете? Это не при нас она возникла. Мы скорее имели, в силу некоторого юношеского максимализма, скорее имели некоторые претензии к поколению родителей. Вот. А мы при ней жили и воспринимали ее как климатическое явление. Знаете, как вот если идет дождь, надо открыть зонтик, если холодно, надо одеться или затопить печку. Мне кажется, сегодня много моих ровесников именно так и живет, из более старшего поколения, и тогда их обвиняют в ополитичности. Понятно, понятно. Дело в том, что советский режим был по определению тоталитарным. Нынешний режим, он не тоталитарный, по крайней мере, пока, и они хотя к этому стремятся, но я не думаю, что у них получится. Он так называемый авторитарный. В том смысле, что есть какие-то зоны и места для того, чтобы что-то делать, да? Что-то делать, независимое от государства. В те годы это просто было невозможно. Ну, просто было невозможно, потому что это либо сразу попадало в тюрьму, так немедленно, причем не на, не как это самое, как сказал, как сказал один деятель, политический деятель современности, двушечку, вот. Нет, а так 7 или 10, и тогда были люди, которые на это шли, но это были, конечно, единицы. Тот круг, которому я принадлежал, он был именно ополитичен. В то время ополитичность уже сама по себе была признаком вообще диссидентства, представьте себе. Потому что тоталитарная власть стремилась вовлекать всех. Поэтому были многолюдные собрания, поэтому людей заставляли ходить на выборы. Все понимали, что выборы... То есть, не участие в официальных мероприятиях уже само по себе было диссидентство. Да, да. Даже не... Если человек не интересовался политикой, не читал газеты, он был подозрительным. Ну, так и все-таки тогда, наблюдая сегодняшний процесс, можно ли в том опыте... А вот сейчас, мне кажется, ополитизм, вот сейчас ополитизм, мне как раз кажется, признаком конформизма. Потому что нынешняя власть от общества хочет именно ополитичности. Она не вовлекает в свои дела. Она говорит, вы сидите, занимайтесь своими делами, делайте свой бизнес, но исключительно под нашим наблюдением. Съездите, так и быть, два раза в Турцию, значит, в год, вот, ходите в кафе, но не лезьте в политику. Словенская власть заставляла людей участвовать в политике. Вот хотя бы на уровне каких-то бесконечных, там, политзанятий или, там, первомайских демонстраций. Это требовалось. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, минутная пауза в нашем эфире, и затем мы вернемся в студию и продолжим знакомиться с особым мнением Льва Рубинштейна. Сейчас мы минут поперем, и мы как раз перейдем к... Да. Это рекламки, рекламки. Сейчас вопрос слушателя зачитаем. Давайте. Продолжение темы, да, и потом тогда в Таре пополню митингов завтрашних и вот в сайте Дел Болотника. Что-то опять вспомнили историю с Депардье. Можно, кстати. Можно и Придепардье, кстати. Продолжаем программу. У нас в студии писатель-журналист Лев Рубинштейн, и мы обратимся к вопросам, которые заранее слушатели присылали. Илья из Ярославля спрашивает. В связи с последними событиями, как вы оцениваете перспективу развития России в будущем? Скорее, позитивно? В связи с уходом Пехтина из Думы, разоблачением липоконсертаций, уличением публичной лжи? Или, скорее, негативно? Ну, учитывая уголовные дела на Навального, обыски у Оршерковой и так далее. Что ждать от власти и чего бояться? Я начну с конца. Бояться, как мне кажется, не надо вообще. Вот просто не надо и все. Потому что власть, судя по ее телодвижению, сама боится очень. Боится общества, боится сама себя. А то, что они там друг друга начали как-то шерстить, я не думаю, что это... Съедать за своим высоким заботом. Вот-вот-вот. Я не думаю, что это симптом чего-либо. Это такой обычный криминальный передел внутри того, что очень вежливо можно назвать элитой. Чего ждать, я не знаю. Мы живем в абсолютно непредсказуемой стране. Я вот сколько живу, все время в этом убеждаюсь. Можно ждать как хорошего, так и плохого. У меня есть ощущение, что они, да, я вот-вот, вот они, все-таки рано или поздно надорвутся в этом своем административно-запретительском экстазе. Все-таки это когда-нибудь по ним самим начнет ударять. Пока они вот... Все-таки по ним памятник. Это уже когда-то звался административный восторг, понимаете? Они вдруг вот стали принимать законы, причем, насколько я... То есть вы думаете, они сами от него пострадают или все-таки люди когда-то не захотят терпеться? То и другое, и то и другое. Они постепенно потеряют связь с реальностью, пока они сражаются с, как они говорят, с сетевыми хомячками или, значит, с креативным классом. Я не знаю, кстати, кто придумал этот, на мой взгляд, крайне неудачный термин. Не важно. Они, конечно, будут опираться на очень давнюю антиинтеллигентскую такую традицию, которая существует среди, к сожалению, очень большого процента такого малообразованного в основном провинциального населения, которое всю информацию, всю жизненную правду черпает исключительно из двух-трех федеральных каналов. Вот. Это антиинтеллигентская традиция сильна, антимосковская традиция сильна. На нее опирается власть. Я не знаю, насколько вот этот ее, так сказать, электорат, насколько он, так сказать, продуктивен. Все-таки мы живем в принципиально другой технологической, считаю, мозги-то нужны. Ну, а поясните тогда, что, по-вашему, московская и интеллигентная среда, или что, какая-то концепция? Нет, нет, я говорю, что существует давняя традиция антиинтеллигентского такого пафоса. Так сложилось, что народ и интеллигенция всегда в сознании были разведены. А такая простая вещь, что интеллигенция тоже народ, вообще его часть, она мало кому, так сказать, понятна. Я, например, народ. Я не понимаю, почему народ где-то существует помимо меня. И когда я слышу, народ вас не поддержит, народ вас не поймет, кого вас. Я тоже народ. Понимаете, мне важнее гораздо, кого я поддерживаю. Давайте к частному примеру. Перейдем. Вчера Алексей Навальный опубликовал очередное разоблачение, оно касалось главы Ногинского района Лаптева. Обнаружилась госзакупка четырех шикарнейших внедорожников на 20 миллионов рублей, при том, что это дефицитный район. И вот уже сегодня этот госзаказ отменен, о чем Алексей сегодня уже написал. Считаете ли вы это победой лично Навального или людей, которые делают перепосты? Не знаю, но это хорошо. Значит, какие-то мелкие дела, значит, все-таки срабатывают. Потому что мы только что в предыдущем вопросе говорили насчет наивности каких бы то ни было протестных телодвижений. Но этот маленький пример показывает, что, значит, не все наивно, что что-то работает. Вы вчерашний вот этот текст и пост Навального не читали? Нет, к сожалению. Там интересное достаточно подробное разоблачение. Текст, как обычно, написан достаточно эмоционально, там приводится примеры. Но в том числе там были достаточно пугающие для меня лично фразы. Цитата. «Паразиты настоящие, когда уже начнут взрывать их вместе с этими лексусами враги народа». Не настораживают ли вас подобные высказывания? Все-таки это один из лидеров протестного движения. «Враги народа» в кавычках или прямо так вот? Ну, нет, это было без кавычек. Я процитировала просто три строчки, конечно же, там текста больше. Вот если текста больше, я бы его, наверное, все-таки бы прочитал, потому что мне непонятно вот из этого контекста. Вряд ли он сам оперирует такими категориями, как враги народа, которые взяты буквально из 30-х годов. А это, в свою очередь, по-моему, если не ошибаюсь, взято из времен Французской революции, когда там были какие-то враги народа и друзья народа. Вот. Я думаю, что он иронизирует все-таки. Это же все-таки не статья в газете, это все-таки... Это блог, видимо, какой-то. Да, это его личный блог. Да, ну, там он может себе позволять всякие эмоциональные вещи, но я, честно говоря, не готов комментировать эту фразу, с какой бы то ни было точки зрения, потому что я не очень знаю контекст. Вообще, часто же говорят, да, о том, что там наши власти, оппозиции, они во многом зеркалят друг друга, что все это одно и то же с противоположным знаком. Одни, окажись, у власти вели бы себя точно так же. Вы с этой риторикой в целом согласны или нет? Ну, оппозиция понятие очень разнообразное. Я, например, себя... Нет, я себя не считаю оппозиционером, но я, скажем, считаюсь человеком оппозиционным к нынешней власти, к нынешнему режиму, потому что он мне откровенно не нравится. По целому ряду причин, первая из которых, между прочим, как ни странно, эстетическая. Вот как в свое время Андрей Донатович Синевский когда-то он сказал, что расхождение с советской властью у него стилистические, скажем. Вот они мне... Вот они, их риторика, их манера... Их манера говорить, их манера действовать кажутся глубоко, так сказать, пошлыми и, не побоюсь, это узло неприличными. Этот антропологический тип мне хорошо давно знаком. Это вот такие... Эти ребята, которые возникли так в поздние советские годы, как такие в основном профессиональные комсомольцы были или такие невысокие чины КГБ. Они были циничны всегда достаточно. Всякая идеология, всякий марксизм, ленинизм их интересовало очень мало. И когда пришло время, они с удовольствием повыкидывали все эти знамена и занялись вот таким полу-чекистским, полубандитским каким-то политическим... Помесью бизнеса, политики и всякого беспредела. И стали жить по понятиям и требовать это от общества. Они, я считаю, развращают общество. Вот это мои главные к ним претензии. Поэтому я считаю себя в оппозиции. Но оппозиционеры это еще и некая профессия, некие род занятия. В этом смысле я не оппозиционер. Я не вхожу ни в какие оргкомитеты, я никуда не баллотируюсь, у меня нет ни малейших электоральных претензий. А поэтому я позволяю себе в тех своих публичных проявлениях позволяю себе совсем не быть популистом. Поэтому я открыто, например, поддерживаю ЛГБТ-сообщество, которое стало заявлять о своих правах. И, на моем взгляд, совершенно справедливо. А вы в своем ЖЖ не так давно писали о том, что для вас это некий такой принцип жизни, что если где-то кого-то начинают зажимать, притеснять, то вам автоматически хочется встать на защиту. Естественно, если, конечно, зажимать и притеснять не тех людей, которые просто нарушают законы, в их защиту я не буду вставать. Что такое пропаганда гомосексуализма, вообще вещь непонятная. В принципе, непонятная. Нельзя пропагандировать то, что человеку свойственно от природы. Нельзя пропагандировать, это бессмысленно. Я думаю, здесь идет скорее разговор о понятии нормы. Нормы... Можно ли пропагандировать, скажем, леворукость, например, да? Ну да. Это то же самое вообще. Это сложно. Разговор идет о том, что в законодательстве, да, что в таком общественном поле считать нормой. Ведь некое понятие эталона или норма, оно в принципе существует в обществе, в природе. Здесь же, наверное, об этом разговор. В природе, кстати, оно тоже не существует. Я думаю, что понятие нормы это явление, как бы сказать, конвенциональное. Да, это результат той или иной общественной конвенции. Договоренности. Договоренности. Понятие нормы, в том числе и психическое, между прочим, оно с временем менялось. И в современном цивилизованном мире представления о норме вообще-то постоянно расширяются. Да, это так. Вот я не зря упомянул о леворукости. Вот я, например, почему мне эта проблема кажется близкой? Я родился левшой. Я им был. Во времена моего детства быть левшой считалось ненормальным. И меня переучивали. И это для меня было очень болезненно, и это помню до сих пор. Ну, к счастью, я не стал таким уж прямо невероятно закомплексованным человеком, потому что, ну, это, видимо, чем-то компенсировалось другим. Но я просто помню, что это была для меня травма. Например, учительница, например, вслух и при всех смеялась над моей леворукостью. Она мне, например, говорила, «Рубернштейн, а ты штаны тоже левой рукой засуешь?» И всех ржали, понимаете, а рядом девочки сидят, между прочим. Если мы говорим о норме как о некой договоренности в обществе, в таком случае, не знаю, у нас же есть в стране и вообще в мире некие понятия, которые мы считаем основополагающими, будь то Конституцией прописаны основополагающие права, есть законы, согласно которым понятно, что они не всем подходят, и кто-то их нарушает, и кто-то с ними не согласен. Но что-то такое незыблемое есть. Можно ли считать, что вот эта попытка не впускать гомосексуализм в норму есть желание защитить традиционные некие, не знаю, даже права или устои, порядки? Вот слово «устой» на редкость не подходит ко всему этому. Вот традиционный устои, видимо, годится для, скажем, Великобритании. Для нашей стороны это не годится, потому что все время получается, что традиционными устоями является ксенофобия, является тайной или явной ненависть к другому, к чужому, к непохожему. Это глубоко такое укорененное, в общем-то, крестьянское, я бы даже сказал, колхозное сознание, которое вот укоренено в людях. Это подсознательная ненависть вот к тем, кто за рекой живет, или тем, кто вот левой рукой штаны и застегивает. Кто не похож, кто рыжий, кто косой. Это боязнь этих людей, недоверие к ним, презрение к ним. А как тогда можно, как иначе, как воспитать или... Только просвещение. Но дело в том, что... Дело в том, что власть вот этим вот низменным... Это не устои, это инстинкты, извините, вот. И суеверия. Суеверия в современном... В современном мире, а мы все-таки все стремимся жить, так сказать, в современном цивилизованном мире, суеверия не могут являться, скажем, признаком традиционных устоев. Это что-то другое. Это суеверия, а не есть суеверия. Ну, насколько я слышала и знала, здесь, опять же, даже у ученых очень разные... Есть исследования и данные о том, насколько это является суеверием. Нет, поэтому давайте мы не будем уже углубляться в это. Ну, не будем, нет. Я не специалист. Я тоже говорю только на том уровне, которым я это сам могу осознать. Вопрос от Дмитрия Мизинцева. Чем закончится борьба с коррупцией? Спустите на тормозах? Да в том, что происходит, это не борьба с коррупцией. Потому что коррупция, как известно, как это, по-моему, мало для кого секрет, коррупция проистекает с самого верха до самого низа. Вот так же, как в советские годы была всякая сатира, да, сатира была, вот у этой сатиры были темы, был круг тем, который был разрешен. Вот можно было критиковать начальство, если это начальство не главнее управдома или какого-нибудь бухгалтера колхозного. Представьте, колхозу можно было критиковать. А секретаря райкома нельзя. Интересная ночь, сейчас сделаем паузу, продолжим разговор о борьбе с коррупцией в России, и через несколько минут, а сейчас будут новости на их Москве. Так, тогда продолжим, уже закончим этот вопрос, потому что я, кстати, уже задала его, уже осталось несколько секунд. Ну, ничего. Давайте послушаем, может быть, сейчас что-то у нас. Он оказался освободить фигуранта Болотного дела Владимира Акименкова. Такое решение приняла судья Наталья Дурова, несмотря на то, что за молодого человека лично поручились писательницы Людмилы Улицкой, правозащитники Лев Конмарёв и Людмилы Алексеевы, а также депутаты Госдумы Борис Кашин и Илья Конмарёв. Кроме того, по словам адвоката Дмитрия Грановского, внести любой залог была готова группа писателей, передает наш президент. Так, у нас сейчас после перерыва будет 9 или 8 минут. до конца эфира, в 44 минуты мы заканчиваем. Сколько у нас еще? Минут 10? 8-9 минут. Ну, нормально как-нибудь. Дальше? Ну, мы немножко уплываем, но это нормально, да? Ну, это, мне кажется, естественно. Да, да, ну, конечно. Пишут вам некие милые Гриши, Лёвочка когда-то нас познакомил, я, Мьев. Слушаем вас с большим восхищением. Спасибо им, я этому, к сожалению, не помню, но... Ну, вот, я уж так... Яна Льва я помню, а вот с кем он меня познакомил? Бедный Ян Лев, он мне никогда никто не знал, где имя, где фамилия. Опять же, к армянским фамилиям можно причислить. Ян? Курни нету, курни нету. Зато есть окончание. Да, да, да. А Ян это что, сын, нет? А? Шутка Ян. Сын? По-армянски, что ли? Я не знаю. Я не знаю. Нет, Швили, это сын. Но Ян тоже должно что-то означать. Я узнаю. Я в смысле, ну, вообще, почему-то не... Как русская ОВ, то есть это притяжательный какой-нибудь, наверное, суфис. Чей, да, вот. А, да, чей, ну, как бы, Иванов там. Ну, да, да, да. Да, да. А если Ин тоже так же? Ну, да. Ну, да. Да, да, да. Хорошо, свяжемся со специалистами. С кем? Со специалистами, говорю, свяжусь, выясню. Ну, есть у вас в окружении кто-нибудь, кто знает армянский? Ну, у меня как минимум куча братьев, сестер. Которые там живут? Которых можно спросить. А, вы что совсем не знаете армянского? А, нет, не знаю. Я даже здесь родилась. Ну, хорошо, но... О семье не говорили-то? А мама русская? Нет. Программа «Особое мнение» продолжается. Микрофон Эвелина Геворкена. Сегодня у нас в студии писатель-журналист Лев Рубинштейн. До ухода на перерыв мы говорили о том, возможно ли искоренить борьбу с коррупцией. Что мы наблюдаем сегодня в связи с какими-то разоблачениями, вроде бы как-то намеками на уголовные дела и все-таки уголовными делами. Ну, вот мы остановились на том, что коррупции вещи, так сказать, принизавшие, к сожалению, все, так сказать, уровни, да, общества, начиная от и кончая, кончая участковым милиционером там или кем-то еще. И вот эти вот, вот эти события, когда кого-то якобы разоблачают, кого-то чего-то лишают, кого-то заставляют уходить там из Госдумы или чего-то, я не думаю, что это симптом чего-то. Это выпускание, легкое выпускание пара, не то ли общество дает сигналы, что они, опять же, я говорю, они самые верхние, да, что они вот об этом думают, что они этим занимаются. На самом деле там, мне кажется, какой-то идет просто элементарный передел в этой тусовке. Просто кто-то у кого-то что-то отнимает, кому-то что-то передает, это ни к чему не имеет отношения. Вы отслушались с ником Ник Ник. Что за новая порода людей у нас в стране вывезена? Я имею в виду таких господ, как Астахов, Пехтин, Железняк, ну и далее можно по списку идти в той же Госдумы, Совет Федерации и высшеправящие власти. Кто их такими сделал? Жизнь, власть или они сами осознанно избрали этот путь? Как Вы думаете? Я думаю, что каждый случай надо это открыть отдельно. Это не совсем, я думаю, вот из перечисленных памят, не вполне одна и та же порода. Дело в том, что установка на всяческий цинизм, она тоже уже возникала в поздние советские годы, вот. Когда человек сам ни во что не верил, он не был ни религиозен, он не был ни таким каким-то пламенным коммунистом, он тоже делал карьеру. Карьеру он делал по установленным каким-то, в тот момент установленным правилам. Мне кажется, вот все исходит, я уже говорил о том, что, так сказать, общество развращают, да, все исходит исключительно сверху. Значит, вот когда такой режим, такая система, то выплывают наверх одни люди, когда другая система, выплывают наверх другие люди. Когда вы говорите, развращают, это значит, осознанно пытаются сделать так, чтобы нация деградировала, или это все-таки какое-то неизбежное случайное следствие того, что они там решают свои какие-то вопросы? Ну, следствие-то нет. Конечно, нет такой установки. Не то, что они там собрались, а давайте-ка мы развратим. Нет, конечно. Знаете, таких много, которые уверены, что есть масса всяких сил высших, которые стремятся... Нет, нет, нет. Все на каждом уровне стремятся к собственной выгоде. Другое дело, что вот неизбежным последствием вот этого является невероятно развращенность, так сказать, всех слоев общества, потому что наверх выползают люди, уверенные в том, что им все можно, что нравственных каких-то правил и законов нет, что хорошо то, что для него полезно, что те, кто говорят о всякой нравственности и о всяких там прочих материях, что это просто неудачники, которые хотели бы быть такими же, как они, но не могут. Вот, собственно, и все. Когда вы говорите о том, что элита, да, если так, а у вас есть группа людей, она живет по понятиям, определенной стилистике, не очень вам близкой, это все определяет одна единственная личность руководителя, или это все-таки вся... Нет, он тоже, я не думаю, что он же тоже человек из своего окружения, своего круга, он как раз, вот, я бы его не стал демонизировать. Мы о Путине говорим, правильно? Да? Да? Или запрещено от Путине? Нет, я думаю, что мы вполне можем на дочери стилистике. Вот. Он человек своего окружения, он человек из чекистов. Там в этой среде формировались, мне кажется, еще с времен, так сказать, учебы, да, формировались представления о том, что все люди делятся на, значит, либо агентов, либо врагов, либо тех, кто находится в разработке, либо... Там нет понятия друзей, там нет понятия каких-то отдельных прав, отдельной личности, да, там есть, там есть такое целеполагание, там есть... Либо надо завербовать кого-то, значит, и тогда он будет свой. Либо запугать кого-то, либо купить. Вот это, так сказать, кодекс общения как с людьми отдельными, так и с обществом целом. Но ведь часто звучит речь, что если взять какого-то там министра, чиновника, депутата по отдельности, прекрасный человек, часто интеллигентный человек. И вдруг, да, вот когда мы смотрим на те действия, которые происходят, то все единогласно, да, обжмутать. Это для меня, да. И более того, опять же, стилистически даже, если посмотреть на выступление, там, не знаю, уже Дмитрия Медведева или других каких-то чиновников, мне кажется, может быть, да, что они как будто бы копируют манеру говорить, речи, кивки, такие же, как у лидера. Да. В твою группу. Да, я не знаю, что сказать. Да, да, так было. Вы знаете, при Брежневе, при Брежневе, а его дикцию, те, кто чуть-чуть постарше, наверное, помнят еще, и вообще манеры разговора. Я, например, стал ловить, когда я там утром слушал какое-нибудь радио на кухне, было включено, я стал, я стал ощущать, что дикторы радио, которых вообще-то, которые всегда считались носителями речевой нормы, многие из них стали как-то пришепетывать, как-то невнятно произносить слова, чуть-чуть приближая норму, норму чуть-чуть туда приближая, понимаете, чтобы не было слишком большого контраста. Может быть, мне так казалось, но мне так казалось. Нет, я думаю, так и было. Я потом спросил у какого-то человека, который на радио работал, он говорит, да, вообще что-то такое есть, причем многие из них делают бессознательно. Да, скорее всего, именно так это и происходит. Сейчас в новостях передали, в очередной раз повторили новость о том, что Басманный суд Москвы отказал отпустить фигуранта болотного дела под личное попечительство депутатов Госдумы и декана МГУ, Ричард Владимирович Акименкович, и также там же за решеткой остается еще один, обвиняемый по болотному делу, который, как сообщает, слепнет. Можно ли говорить о том, что вот эта тактика властей по устранению оппозиционеров, по какому точечному устранению и запугиванию, она эффективна? Она не очень эффективна, хотя бы потому, что протестующих людей вообще-то, говоря, меньше не становится. Я думаю, что их будет становиться больше. Это свидетельствует о невероятном жестокости бездушия власти, о ее слабости, между прочим, потому что они совершенно не способны на великодушные хоть сколько-нибудь поступки. Во-первых, все знают, и они в том числе не хуже других, и судьи это знают, что все эти дела липовые, вообще-то говоря. Они, как принято в приблотненном мире, они любую уступку, любой жест доброй воли воспринимают как слабость. Это, так сказать, логика бультерьера. Он сжимает челюсть, но не разжимает. Ну да, великодушие – это какое-то, наверное, слово из другого, опять же, ряда. Для них оно просто непонятно. Или милосердие. Но это совсем для них слова какие-то иностранные. А, собственно, вот завтрашние митинги, которые пройдут в Москве, завтра будет за права москвичей и другое действие в защиту детей. Так называемый детинг. Да, пройдут два митинга. Вы, как в начале эфира нам говорили, человек, не участвующий активно в какой-то деятельности оппозиционной, но в то же время как гражданин активный, пойдете? Завтра не пойду. Нет, ну, на этот самый, на единородские детинки я точно не пойду, потому что по всему интернету уже... 400 или 700 рублей вам недостаточно запроглашать? Нет, нет, я с удовольствием кому-нибудь уступлю. Да, да, да. Я постараюсь всегда работать такими более человеческими способами. Но я и на тот не пойду, потому что я узнал. Я не знаю, кстати, не ручаюсь за достоверность, но сегодня утром я ввел информацию, что оргкомитет вот этого социального марша, что они с помощью голосования, что они запретили на этом завтрашнем шествии запретили радужные флаги, которые как раз символизируют терпимость. Терпимость, то, о чем мы сейчас с вами говорили чуть-чуть раньше. Мне кажется, этот жест, если это так, подчеркиваю, может быть, это не то, я буду рад ошибиться. Может быть, они таким образом привлекут некоторое количество, так сказать, мракобесной части населения, которые, как я говорил, не выносят иного, другого и так далее. Но я при этой ситуации, конечно, к этому присоединяться не буду. Я напомню нашим слушателям, что сегодня... Так что не пойду. Сегодня в эфире особого мнения был писатель и журналист Лев Рубинштейн. Меня зовут Эвелина Геворкян. Если обратиться к кардиограмме эфира, то мы увидим, что сегодня рейтинг доверия наших слушателей и зрителей к вашим словам просто максимально высокий, под 100%. Да, спасибо, я старался, я очень рад. Приближается. Так что ваш дебют в этой программе можно считать более чем успешным. Ладно, спасибо всем, кто слушал. Да, уже сказать еще спасибо вам, до свидания. До свидания.